Мы приветствуем всех присутствующих в Центре компьютерного обучения специалистов МГТУ имени Баума. Сегодня у нас звание – вебинар, семинар, который называется «Управление по ценностям. Миф или реальность». И с вами я, Светлыша Ольга Юрьевна. Я являюсь членом Национального союза кадровиков и сертифицированным специалистом в области кадрового менеджмента, кандидат юридических наук. Начинала свою деятельность в преподавании, затем перешла в менеджеры по персоналу и выросла до директора по персоналу. Сейчас опять вернулась в преподавание, и понятно, что обучение я прохожу постоянно, и перед тем, как перейти в новую должность, в HR, я тоже проходила обучение. Я получила диплом о переквалификации при МГУ имени Ломоносова. Годичный курс окончен. На сегодняшний день я веду курсы в нашем центре по управлению персоналом для менеджеров по персоналу и директоров по персоналу, а также кадровые курсы для тех, кто оформляет трудовые отношения, то есть кадровые работники. Мои контакты на экране. Адрес моей корпоративной почты. О.Светлышева.Собака.Специалист.Ру. Более подробную информацию вы можете обо мне узнать. На нашем сайте главная страница преподавателя. У каждого преподавателя есть своя страница. И в социальных сетях я тоже зарегистрирована. Приходите, будем общаться. Адрес моей корпоративной почты вы также можете посмотреть в своем личном кабинете. На страничку группы заходите. И под фотографией преподавателя это корпоративная почта. Пишите всегда. Наш центр предлагает разнообразные курсы. Вот в данном случае мы видим схему прохождения курсов по кадровому менеджменту. В верхней части все, что касается документального оформления отношений с работниками. В нижней части курсы по управлению персоналом и практические семинары для сотрудников кадровой службы. И HR менеджментов. Сегодняшняя тема, она относится к курсу менеджмента персонала уровень 1 и менеджмента персонала уровень 2. Именно в рамках этих курсов мы рассматриваем такие вопросы, как корпоративная культура, как привлечение персонала, ну и, конечно же, управление поведением персонала. Данную схему вы можете увидеть на нашем сайте специалист.ру. После окончания наших курсов наши выпускники получают документы. Это свидетельства после каждого курса. По желанию можно получить сертификат на английском языке. Удостоверение о повышении квалификации для тех, кто прошел по данному направлению не менее 72 часов. И диплом о переквалификации. Он сегодня сам по себе, я сама по себе. Диплом о переквалификации. Для этого необходимо пройти не менее 250 часов и выполнить тестирование. Вопросы, которые мы будем сегодня рассматривать. Итак, первый вопрос, который мы рассмотрим на нашем вебинаре, это почему не все сотрудники хотят эффективно работать. Второй вопрос. Что такое демотивация? И почему она происходит? Третий вопрос. Реально ли создать команду, которой не надо управлять, которая сама будет работать эффективно? Четвертый вопрос. Как работает сбалансированная система ценностей, о которой я буду достаточно подробно сегодня говорить, и мы выполним даже практическую работу? И как на этапе подбора узнать, станет ли кандидат лояльным работником? И в конце я отвечу на ваши вопросы. Итак, первый вопрос. Почему одни работники работают эффективно, а другие нет? Если у вас есть ответ или предположение какое-то, я готова вас выслушать. Единственная только просьба. Когда вы говорите, старайтесь кратко говорить, потому что микрофон у меня, и мне придется повторять. Хорошо? Итак, что вы думаете по этому поводу? Ну, а вебинаристе, естественно, пишут в чате, и я зачитываю их ответы. Почему одни лучше работают, а других хуже? С чем это связано? Сами себе разрабатывают систему мотивации. Светлана считает, что одни самостоятельные, сами себе разрабатывают систему мотивации, самая мотивация такая, да, а на других ничего не подействует, даже внешней системой. Правильно я поняла? Они подействуют, но, может быть, просто нет. А те люди, у кого есть самая мотивация, они все равно себя дисциплинируют, все равно достигают стабильной цели, да? Итак, да, тут все поддерживают, кивают, да, Дарья, вы тоже согласны. Светлана очень хорошо, правильно ответила. Она считает, что все идет изнутри. Действительно, мотивация – это побуждение, это внутреннее побуждение, которое испытывает человек к чему-либо. Например, к работе. В нашем случае мы об этом будем говорить. Одни испытывают побуждение к работе, а другие почему-то не испытывают. Давайте разбираться, почему это происходит. Итак, вопрос первый. Почему не все сотрудники хотят эффективно работать? Причем. Эта картинка будет еще повторяться. Она будет везде повторяться, я ее специально взяла как основу. Хочу напомнить вам причем. О том, как один путешественник встретил на дороге человека, который нес из последних сил, тащил камень, очень большой, тяжелый камень. И когда его путешественник спросил, зачем ты это делаешь? Тот ответил, я раб, поэтому я вынужден работать буквально за похлебку. Если я этого делать не буду, я просто умру с голодом. Идет он дальше и встречает другого человека, который тоже несет камень. А ты что делаешь? Спрашивает его путник. Я рабочий, у меня очень тяжелая работа, но за нее хорошо платят, поэтому я таскаю такие тяжелые камни. И наконец он встречает еще одного человека, который несет тяжелый камень, спрашивает, что ты делаешь? И в ответ получает следующее. Знаете, окончание этой притчи. Догадываетесь, нет? Очень красивая фраза. Итак, ему еще один человек отвечает. Я строю храм. Когда возвращается путник обратно, он видит этих трех человек, которые сидят после рабочего дня, двое вымученные в поток, а третий сидит и улыбается. Как вы думаете, кто улыбается? Третий. Третий, который строит храм. Итак, есть, видимо, какое-то отличие, как подходить к работе. Работа одна и та же. Но мотивация разная. И третий, он с любовью подходит к работе. С любовью. Он не знает, для чего он это делает. Потому что он знает, для чего он это делает. У него есть какая-то идея, ради чего он все это делает. Итак, переходим к вопросу, что такое демотивация. Почему остальные без любви подходят к работе? Почему они не знают, что делать? Каковы ее причины? Хочу показать вам один из моих любимых слайдов, который я показываю и на занятиях всегда. Это уровень работоспособности. Здесь достаточно мелко написано, но я вам прокомментирую. И во всяком случае, вот эта зелененькая полосочка, она витла. Итак, самое начало. По вертикали отложено желание работать. По горизонтали время работы на одном месте не более трех лет. Американцы считают, что каждые 3-4 года надо менять работу. Ну, я здесь не совсем согласна, но тем не менее, действительно, вот эти три года, они почему-то демотивируют работника, если он выполняет одно и то же. Итак, давайте посмотрим, как это происходит. Приемли на работу. Самая высокая мотивация в момент приема на работу, потому что кандидат пришел к собеседованию. Ему очень-очень хочется работать, применить свои знания, показать, какой он хороший. Обратите внимание, первый спуск начинается, когда закончился срок испытания. Все. Прошел месяц, два-три. Можно выдохнуть. Я уже полноценный член коллектива, и мотивация начинает почему-то падать. Дали первую зарплату, мотивация немного повысилась. Оштрафовали за опоздание, мотивация резко упала. Здесь тоже все тупые, вдруг думает работник, приглядевшись к окружающим. Дали премию. Резко выросла мотивация, но опять вернулась на свое место. Неожиданно появилась работоспособность. Это вот то, что Светлана назвала самомотивацией. Когда ни с того ни с чего, вдруг раз и захотелось работать. Настроение хорошее. Обломали по мелочам, ну понятно. Повысили заработную плату, мотивация немного повысилась. Тоскал компы вместо программирования. Александр, это знакомо? Нет. Было, да? Мотивация снижается, естественно. Зато красиво расставил их. Самомотивация опять, да? Такой позыв. Самомотивация, ура! Не пустили в отпуск. Плохо. Принесли новый фильм. Ура! Весь день у соседей звонил телефон. Достали. Мотивация падает. После выходных на горных лыжах работает хорошо. Еще раз. Самомотивация. Играли по сетке. Закончился лимит. В офисе плюс 30. Понятно, никакой мотивации быть не может. Повысили зарплату. И сразу же мыслили. Ну и что? Начальнику дали кредит на БМВ. Резкий упадок мотивации. Ну и последний раз самомотивацию включая. Почитал умных книжек. Появилось желание работать. Видимо, что-то предложил, но начальство не заинтересовалось. Да, не поддержало. Совершенно верно. И тогда мы наступила, видимо, точка невозврата. Читаем Джо Пру. Нашел новое место. Две недели отработки. Уволился. Очень быстро все это происходит. Вот такая печальная картинка. И понятно, что это происходит с каждым человеком. Абсолютно с каждым. Другой вопрос, насколько есть желание мотивировать себя самому. Или нет желания мотивировать. Вот этот слайд показывает, что у меня вот такое ощущение, когда я смотрю на этот слайд, что котенка или щенка бросили в воду и карабкаешься. Вот выживешь, выплывешь, молодец. Не выплывешь, нет. И он вот себя, как Мюнхгаузен, за волосы пытается несколько раз самому мотивировать, вытаскивать. Но потом уже сила заканчивается, и все это очень быстро заканчивается. Что же может сделать работодатель для того, чтобы этого не произошло, и чтобы уровень мотивации, ну если выше был в момент приемной работы, то хотя бы поддерживался на каком-то определенном уровне. Давайте посмотрим. Во-первых, нужно отслеживать, когда происходит демотивация. Как это можно сделать? Признаки падения удовлетворения работы. Вот когда у вас удовлетворение работы заканчивается, что происходит с вами? Какие ощущения? Как вы себя ведете? Ну хорошо, не вы, не вы. Другие. Как другие себя ведут? То есть равнодушно относятся к работе. Начинают равнодушно. Работать не хочется. Не хочется. Опаздывают. Конфликты. Слушайте, вы все знаете. Откуда вы это знаете? Ну я вижу, это же видно. Это видно. Да. Вы абсолютно правы. И желания нет, приходит ради зарплаты. Инициатив никаких у людей из-под палки. Из-под палки работает. Наталья, вы, наверное, видели этот слайд. Признайтесь. Нет. Ну тогда давайте я еще раз проговорю то, что сказала Наталья. Это утомляемость. Человек становится раздражительным. Опоздание прогулы. Начинают саботировать. Вот то, что Дарья говорит, все равно уже равнодушие какое-то, явно или скрыт саботаж. Конфликт начинается со всеми подряд. Снижается интерес к работе. Лояльность компании уже начинает писать в блогах что-то такое непотребное про свою компанию, рассказывать какие-то вещи не очень нужные. А психологически не выходят на работу. Встает утром, что-то голова болит. Дай-ка я измерю температуру. Кажется заболеет. А, 36,9. Все, врачок срочно, немедленно. Ну и нарушение исполнительской дисциплины. А также уже начинают подыскивать работу. Вот они признаки. Тогда вопрос. А каковы причины демотивации сотрудников? Эти картинки я специально подбирала для вас, чтобы повеселить вас. Потому что тема сложная и тяжелая. Итак, профессиональная невостребованность. Помните, таскал колпы вместо программирования. Красиво расставил их. Затруднение получения необходимой информации. Когда нужно делать, а, к сожалению, недостаточно информации. Руководитель не говорит, как я работаю, хорошо или плохо. А если я подойду к нему, он скажет, ну, господи, тебя же не уволили и работай дальше, собственно. Разочарование в компании, в стиле управления. Думаю, все будем обсуждать, демократы, а оказывается, авторитарный стиль. Отсутствие полномочий. Ничего не могу сделать для решения задачи. Ощущение бессмысленности усилий. Бьюсь, как рыба, облет. Ничего не получается. Ну и ощущение несправедливости. Работаем одинаково, а кого-то хвалит, меня нет, да, не оценивает. Это вот все причины демотивации сотрудников. Тогда мы переходим к следующему вопросу. А реально создать команду, которой не надо управлять, которая сама будет очень эффективно работать. Расстоитесь, расстоитесь. Хорошо, вперед. Ребята, вспомните, как мы делали на тренировках. Всплыли. Нет, нет, другую вещь, которую мы пробовали делать. О, нет. Ну ладно, тайм-аут, тайм-аут, все сюда. Дети, идите сюда. Угощение. У меня есть сладости, идите сюда. Итак, вот что вы должны делать. Аня, я хочу, чтобы ты вышла на леднюю нападение. Трэн, ты делаешь обманный пас Ани и выводишь мячик в середину поля. Тут будут подключаться слова, Софи и Крис. Софи, принимай мяч и оттяни на себя защитников. Потом делай длинную верхнюю передачу через защитников на кресе. А ты, Крис, делай шаровок вперед, точно так, как мы с вами делали на тренировке. Всем понятно? Крис, делай шаровок вперед. Терри, совмещайте сходство между субботней игрой в футбол и утренним рабочим совещаниями в ходите. Задумайтесь над этим сходством. Зачастую команды или организации очень смутно представляют себе истинные цели и приоритеты. Калтеринеры и игроки часто находятся в разных плоскостях. В результате все бегут в разных направлениях, вместо того, чтобы согласованно работать ради достижения единой цели. Неспособность поставить четкие цели и сформулировать стратегию организации, а затем претворить их действия, является одной из основных проблем большинства компаний в мире. Одно дело выдвинует замечательную стратегию задачи, и совсем другую выполнится. Это можно назвать пробел реализации. В исследовании проведенном Клэрус Полинбру, мы находим очевидную статистически подтвержденную причину, почему срывается реализация планов и почему цели не претворяются в действии ретовыми сотрудниками. Первый вывод. Всего 15% попрошенных смогли четко стремулировать цели и основные приоритеты в своей организации. Либо целей слишком много, либо цели слишком часто меняются, либо их вообще не существует. И в большинстве случаев они почти не доводятся до сведения сотрудников. Даже если руководители четко понимают, чего они хотят достичь, это еще не значит, что на передней линии, где идет основная работа, и знают, какие это цели. В конце концов, в самом прямом смысле, передовая линия не подводит итоговую чертуру. Во-вторых, люди могут знать, какие цели поставлены, но очень часто они их не разделяют. Всего 19% респондентов отметили, что чувствуют свою увлеченность в достижении целей организации. Всего один из пяти. Существует несколько причин этому, но основное заключается в том, что люди не чувствуют своей причастности, своего вклада в то, что необходимо сделать для достижения этих целей. У них при этом отсутствует эмоциональная связь с целями организации. Нет вовлеченности, нет обязательств. В третьем, тестирование показало, что лишь 49% рабочего времени всех опрошенных связано с достижением самых важных целей организации. В остальное время расходятся на срочные, но потом менее важные дела. Внимание сотрудников настолько отвлекается на срочные вещи, что они не обращают внимания на самые важные вещи. Наконец, люди могут знать цели высшей приоритеты, они могут разделять их, но не понимают, что конкретно они могут сделать для их достижения. Действительно, 51% респондентов утверждают, что они не совсем понимают, что же конкретно они должны сделать, чтобы помочь организации достичь своих целей. Цели не будут реализованы до тех пор, пока каждый человек не поймет, в чем они заключаются, и не определит, что непосредственно он должен сделать ради их достижения. Только тогда люди осознают главную цель. Тогда и только тогда они смогут попробовать действовать по-новому, стараясь на лучшем образом ее достичь. Итак, главное, при стремлении к цели, которую вы еще не достигали, вам просто нужно начать делать то, чего вы еще никогда не делали. Вы можете спросить, реально ли столь стремительно и ощутимо улучшить способность вашей команды к достижению цели? Может ли это произойти на самом деле? Мой ответ – безусловно. Только представьте себе последствия того, что каждый член команды четко понимает поставленную цель. Представьте себе энергию и творческую активность, которые проявятся, когда каждый человек в организации вовлечен и активно участвует в достижении цели. Подумайте об экономической отдаче, когда каждый работник будет расходовать основную часть рабочего времени на приоритетных деятельностях. Подумайте, чего можно достичь, когда каждый игрок в команде точно знает, что нет. Возможности, друзья мои, бескрадичны. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы с вами посмотрели видеофрагмент к диску книги Стивена Кови, который называется «Восьмой навык». Вы можете этот видеофрагмент посмотреть на Ютьюбе. У него там есть и другие видеофрагменты очень интересные. Может быть, кто-то читал его книги. Стивен Кови, «Семь навыков высокоэффективных людей» и «Восьмой навык». Вот это «Восьмой навык» – «Обрети свой голос». Ну, в этом видеофрагменте очень хорошо видно, что, к большому сожалению, не все работники уделяют время именно достижению цели компании. Они приходят на работу, им платят за это деньги. Из всего, может быть, помните, сколько времени они уделяют работе в среднем? 49%. 49%, совершенно верно. А все остальное – либо какие-то личные дела, либо срочные, которые не помогают в достижении цели компании и так далее. Давайте выяснять, почему так происходит, и как можно выйти из этого положения, чтобы получилась вот эта синергия, чтобы все вместе к цели и так далее. Как я поняла из этого ролика, люди не понимают цели организации. Люди не понимают цели организации, верно. То есть у них есть какой-то свой кусочек работы, над которым они работают, но они не понимают, как это приближает их к какой-то цели. То есть люди работают на своем рабочем месте и не видят в общем картину, а как эта моя работа может оказать влияние на всю организацию. И мы переходим с вами к следующему вопросу. Как работает сбалансированная система ценностей? Потому что именно она может нам помочь приблизить людей со своими целями к целям организации. Узнаете? Что это? Это масло. Правильно. Это пирамида потребностей маслоу. Ее часто критикуют, но мы сегодня разберем с точки зрения того, как работодателю учитывать те потребности, которые есть у каждого человека абсолютно. Маслоу говорил о том, что у человека, так же как у животных, есть, например, витальная потребность, то есть жизненно, физиологически поесть, попить, отдохнуть и так далее. Следующий уровень, когда он удовлетворит эти потребности, следующий уровень, это стремление к безопасности. Это несмотря на самосохранение, в общем-то? Ну, в общем-то, да. Это скорее на уровне рефлекторном и инстинктивном происходит. Совершенно верно. Очень хорошо здесь эту пирамиду маслоу можно проиллюстрировать историей про Робинзона Круза. Слышали, читали, смотрели. Так вот, когда Робинзон Круза спасся после кораблекрушения, первое, что он захотел делать, ну, наверное, отдохнуть, выспаться, набраться сил, затем поесть, привести себя в порядок. Это витальные потребности. Когда он удовлетворил эти витальные потребности, оглянулся вокруг и увидел, что вокруг много диких обезьян. Помните? Они как прыгнут. Очень много диких зверей. Конечно, нужно спасаться. Поэтому он перешел на следующий уровень своих потребностей, осознал эти уровни. Стремление к безопасности. Помните, что он сделал для того, чтобы защититься от этих злых особей? Дом построил, чистоколу обнес, и сидит такой довольный, тепло-светло, жует бананы или кокосы, что там у него было. И понимает, что ему еще чего-то не хватает. Чего не хватает? А поговорить. Да, была у него собака, потом еще был попугай, и, наконец, высшая форма жизни, разумная жизнь. Это человек, пятница. Разговаривает он с пятницей, общается, вроде бы все хорошо, но он понимает, что пятница – это дикарь. А он, цивилизованный человек, Робинзон Круза, и вот он, положение, статус. Он реализует еще одну потребность. И, наконец, самый высший уровень – это цель самореализации, для чего человек живет на этом свете. У каждого человека, наверное, свое представление о том, зачем он пришел на эту землю, что он должен выполнить. Вот Абрахам Маслоу ставил на этот высший уровень такие понятия, как любовь и игра. Как это ни странно. Любовь в высоком смысле этого слова. И игра с точки зрения развития. Потому что через игру и дети, и взрослые, как это ни странно, но они реализуются, самореализуются, достигают каких-то целей. Так вот, за что критикует Абрахам Маслоу? Он говорит, что если не реализована потребность низшего плана, например, детальная, то мы не можем думать о чем-то более высоком. Ну, на самом деле, его за это критикуют. Говорят, ну а как же так? А голодный художник, который ест, 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 пока не упадет в обморок, он все равно, в смысле, ест, 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 я, наверное, голодный. Пишет, 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 да, пока не упадет в обморок. Или подвиги на время Второй мировой войны. Александр Матросов пожертвовал своей жизнью ради каких-то высших идеалов и так далее. Так вот, это, скорее всего, исключение из правил. Чаще всего в обычной жизни мы живем именно под пирамидой Маслоу. Когда мы голодны, у нас что-то так, и самочувствие не очень, и настроение иногда, и так далее. Зная все это, мы можем подумать, что может сделать работодатель для того, чтобы удовлетворить эти потребности. Ну, например, витальные потребности работнику нужно есть, одеваться и так далее. Это компенсационный пакет, заработная плата, соцпакет и все, что с этим связано. Бесплатные обеды или за какую-то там символическую сумму. Плата мобильного сюда? Ну, поесть, попить? Ну, в общем-то, да. Нет, может быть, к общению? Ну, хорошо, витальная потребность. Да, мобильная – это уже витальная потребность для современного человека, согласна. Хорошо. Следующий уровень. Стремняет к безопасности. Человек хочет прийти на работу и уйти живым, здоровым, невредимым, чтобы ему кирпич на голову не упал и так далее. Это производственная безопасность, охрана труда, техника безопасности. И плюс, чтобы еще организовали безопасный доступ к рабочему месту и вырабатывать, охрана, да, вот эти видеокамеры. Охрана, видеокамера, да, да, все правильно. Стремление к общению. Следующий уровень – это социально-психологический климат внутри коллектива. Когда вокруг единомышленники, мы друг друга понимаем, нам приятно приходить, у нас практически нет конфликтов, мы идем в одном направлении, и работать в этом случае, конечно, гораздо легче. Что-то, кстати, я видел в интернете, на фейсбуке. Я не помню, чему эта реклама была, почему фотография. Сидят работники, ну, какой-то рабочий коллектив в офисе, и написано «общение только по делу». Вот Александр рассказывает, что он видел ролик, это фотография, сидят работники в офисе, и написано «общение только по делу». Ну, я, наверное, не очень соглашусь с этим, потому что время от времени надо делать небольшие перерывчики, ну, пусть на 5 минут, но отключаться от дела, потому что долго находиться в этом невозможно, это психология человека, все равно нужно переключаться. 20-30 минут, и потом какое-то переключение должно быть, безусловно. Положение статус, гордость за команду. Когда я с гордостью говорю, что работаю в Центре компьютерного обучения специалист при МГТО имени Банна, ну, или в какой-то другой компании, например. И, наконец, самый высокий уровень – это миссия компании. У каждой компании есть миссия. Кстати, вы знаете, какая миссия у нашего Центра? Не просто дать. Ведь мы работаем не только на прибыль. Наша миссия звучит примерно так. Учить людей так, чтобы их жизнь улучшалась. Поэтому у нас, кроме обучения, есть еще дополнительные какие-то сервисы для наших выпускников. И это миссия нашей компании. А у человека цель может не совпадать с миссией компании. И очень ярко это, например, видно в таких компаниях, как алкогольная промышленность, табачная промышленность, ритуальные услуги, медицина, например, розничная торговля. Не каждый человек готов работать в этих направлениях, согласитесь. Если человек не поддерживает и не разделяет миссию компании, вот здесь начинается кризис, вот здесь начинается конфликт между конкретным человеком и компанией. И никто не может понять, вроде бы хороший человек и работник неплохой, но вот что-то у него не клеится именно нашей компании. Так вот, должен быть баланс между интересными сотрудниками и интересными компаниями. Когда работник разделяет цели компании и с удовольствием выполняет их, вот здесь все остальные моменты могут быть шероховаты. Про компенсационный пакет всегда можно договориться, еще на собеседовании, согласитесь. Да. Ведь мы с вами проводим на работе большую часть своего времени. Если это пятидневная рабочая неделя, 8 часов в день, то получается, что одну треть где-то жизни, или одну четвертую часть мы проводим на работе. Это очень большой такой кусок жизни. Поэтому надо, конечно, это все знать. У меня это когда за 15 тысяч, за 20 тысяч больше самих работников или на работе на работе? Это очень важно, потому что если человек работает уборщицей, ему нравится его работа, значит, у него есть миссия. Он не просто убирает грязь за кем-то, а он делает мир чище. Может быть, для себя он это и не определяет, но подсознательно он чувствует, что моя работа нужна, она важна. Вот это самое главное. Итак, что же нам поможет, как работодателям, узнать, какие ценности у наших работников, совпадают они с ценностями нашей компании или не совпадают, и как это все привести в баланс. В этом помогает балансированная система ценностей. И эта система нужна для того, чтобы описать основные ценности с точки зрения сотрудника, то есть что он думает, что для него важно. Она формирует для сотрудника положительную совокупность ценностей работы и компании. То есть если для меня важна стабильность, то мы ему говорим, у нас очень стабильная компания. Все, сошлось. И, наконец, эта система формирует для сотрудника наиболее конкурентную по сравнению с другими компаниями совокупную ценность работы в компании. То есть у нас очень стабильная компания, зная, что ему важна стабильность. А вот другие компании распадаются. Итак, основные ценности с точки зрения сотрудника. Итак, каковы основные ценности с точки зрения сотрудника? Это ценность продукта или труда. Интересная работа, достойная заработная плата, карьерный рост, обучение и развитие, система поощрения, может быть, что-то еще. Вот мы приводили пример уборщицы. Для нее это интересная работа. То есть я, выполняя свой функционал, знаю, что будет какой-то эффект. Для меня это очень важно. Ценность компании. Имидж компании как работодателя. Как только я говорю, что я работаю в Google, мне начинают все завидовать, например. Престиж работы в компании. Корпоративная культура. Причем здесь имеется в виду в широком смысле корпоративная культура не только посиделки и межсобойчики какие-то, но в целом традиции, которые есть в компании, правила, которые существуют в ней. Социальные программы и стабильность компании. И ценность личности руководителя. Есть такая пословица, что человек увольняется не из компании, а уходит от руководителя. Вот это очень важно, чтобы руководитель, который дает задания, требует исполнения и постоянно общается с работниками, обладал теми ценностями для сотрудника, которые для него важны. Например, лидерскими качествами, профессиональными качествами, был внимательным к сотрудникам, пощел в инициативу, делал акцент на достижения, ну и что-то еще. Это вот примерный перечень. Он у вас есть. Ценность продукта, ценность компании, ценность личности руководителя. Давайте посмотрим, как работает эта система. Первое, что нужно сделать, разработать вот те самые критерии, примерные, которые я сказала. Но для каждой компании они будут какие-то свои. В одной компании все это подойдет, в другой компании что-то другое разработано. Как это делается? Как правило, создается рабочая группа из ключевых сотрудников, и различными методами, например, при помощи подголовного штурма выявляются вот эти ключевые критерии. Когда перечень имеется, дальше мы проводим опрос среди сотрудников. Сейчас на примере я вам покажу. То есть работнику дается определенный бланк, в котором он должен по шкале А, Б, С, то есть трехбальная шкала, А – это самый высокий балл, то, что мне нравится больше всего, нужно больше всего, С – это самый низкий балл, он расставляет приоритеты и ранжирует эти критерии. Затем мы даем точно такой же бланк, но просим, чтобы он по 7-бальной шкале оценил, есть ли эти критерии в нашей компании, насколько они реализованы. 7 баллов – самый высокий, единичка – самый низкий. А затем мы все это вместе сводим. И у нас получается то, что важно для работника, есть ли в нашей компании. И проводим анализ. И думаем, а стоит ли нам идти на поводу у работников или все-таки их убеждать, что у нас и так все хорошо. А теперь посмотрим, как это работает. Сначала, как я уже сказала, мы разрабатываем ключевые критерии системы ценностей. И вот мы их прописали. Ценность труда, ценность компании и ценность личности руководителя. У нас это есть. Первый там. Затем просим работника расставить вот здесь баллы. По 3-бальной шкале. А, Б, С. И он как-то расставляет. Например, вот так. Получается, что самое главное в ценности труда для работника? Карьерный рост продвижения, обучение, развитие. А ценность компании? Престиж работы и стабильность компании. А увеличенность руководителя? Внимание сотрудника профессиональной качества. Совершенно верно. Вот это для него самое главное. Теперь спрашиваем, а как это у нас реализуется? Есть ли это все у нас? И просим по той же самой 7-бальной шкале расставить вот здесь приоритеты. Получается примерно следующее. Посмотрите, 7 баллов нигде нет. Два раза у нас 6 баллов. Это где? Профессиональные качества руководителя и стабильность компании. Все. Ну, дальше уже 5 и более низкие. То есть мы уже понимаем, что этот работник явно не в восторге от нашей компании. Теперь нам нужно все это свести воедино. Как мы это делаем? Вначале мы выписываем по всем этим параметрам то, что для работника наиболее важно. А, потом Б, менее важно. И Ц, совсем не важно. Вот так получается. На первом месте для него карьерный рост, обучение и развитие, стабильность компании, престиж компании, профессиональное качество, внимание к сотрудникам. Да? И сюда же вставляем баллы, по которым он оценил то, что происходит в компании. А теперь давайте проанализируем. Если работник будет увольняться, то по какой причине, как вы думаете? Что не было карьерного роста? У него не было возможности карьерного роста. Ну, интересная работа для него не самая важная. Он готов за деньги работать, насколько я понимаю. Не за деньги даже, а за карьерный рост. То есть, видимо, это какой-то человек настроен именно на карьеру, на развитие свое, обучение и развитие. Нет, бывает, кстати, компания сама, для них, если не берут какого-то сотрудника, и, допустим, если не нравится, не нравится им какой-то руководитель, и они хотят, чтобы этот сотрудник, которого он берет, стал в будущем на его место. Прежде всего, когда на кеду заполняешь, чтобы ты это заметил, они обращают внимание, что ты будущий кандидат в основном больше самую высокую цену он к этим поставил на карьерном росте. Это, кстати, такое тоже. Да, да. Мы к этим вернемся. Когда будем говорить о подборе персонала, я об этом тоже расскажу. Давайте мы проведем такую небольшую работу. Итак, переверните, вот, свободу вот эти возьмите. Первое, что мы сделаем, напишем, что для вас является важным с точки зрения, то есть определим критерии, ценности труда, ценности компании, ценности личных средств. Здесь примерный перечень. Вы можете что-то из этого использовать, а можете что-то свое написать. Давайте штучки 3 напишем, больше не будем, потому что иначе получится долго. Итак, по ценности труда три критерия, по ценности компании три критерия и по ценности руководителя. Пожалуйста, две минутки. Если вы готовы, то мы переходим ко второму этапу и оцениваем по трехбольной шкале что для вас ценность труда оцениваем по трехбольной шкале, что самое ценное. А поскольку у нас всего три балла, давайте мы все эти три балла разобьем на три. То есть, допустим, у вас три пункта, да, три пункта. И у вас должно быть А, Б и С. То есть мы проранжируем первое, второе, третье место. Переходим к следующему этапу, к третьему. По семибольной шкале оцените, как вот эти важные критерии для вас по ценности труда, ценности компании, ценности руководителя применены или реализованы в вашей компании. Семь баллов, самый высокий балл. Да, все здорово, все замечательно. Один балл, ну, так себе. От одного до семи. Можем переходить к четвертому этапу. Сюда мы переписываем сначала то, что для вас самое важное. Там, где вы поставили букву А. Давайте я вам на примере покажу. Вот так. Вот то, что для вас самое важное. И рядом ставите тот балл, который вы поставили с точки зрения реализации в вашей организации. Реализации этого критерия в организации. Потом Б и затем С. Давайте посмотрим, что получилось. Наталья, расскажите, пожалуйста, какие проблемы у этого работника в компании? Все ли хорошо у него? Ну, я для себя выбираю. Я писала интересная работа на первом месте для меня на этапе два. Обучение, развитие, карьерный рост на третьем этапе. В своей компании я выделила интересную работу, поставила ей четверочку, обучение, развитие на четверочку, так как наш руководитель уделяет время семинарам и вообще развитию персонала. Карьерный рост на троечку, так как я знаю, что это на распространение, поэтому реально все это оцениваю. В итоге выписалась в четвертом этапе. Ну, вот у меня выше четверочки вот нет. Вы знаете, здесь вот, если бы я посмотрела этот результат у такого работника, я бы, наверное, сказала, что здесь существует, имеет место латентная текучесть персонала. То есть, о, скрытая. Латентная – это скрытая. То есть, человек пока еще, может быть, не ищет работу, возможно, но очень скоро, подсознательно, он уже к этому готов. Если ему что-то предложат, наверное, он будет рассматривать какие-то предложения. Это не подсознательно, это сознательно. Уже сознательно даже. Ну, я так аккуратно. Вот. Наталья говорит, уже сознательно даже. Видите, то есть, это уже не латентная, открытая текучесть персонала, то есть, человек уже готов к перемене места работы. К сожалению, мы не можем всех остальных послушать. Давайте мы сейчас просто обсудим саму методику. Если у вас останутся вопросы именно по конкретной работе, вы подойдете и после вебинара я вам отвечу на ваши вопросы. Хорошо? Всем ли понятно, как работает эта методика? Какое впечатление от этой методики? Можно ли ее применять? Легко. Легко. Наталья готова. Можно выбрать любую ценность, то есть, любой критерий и оценить его. Да, можно выбрать любой критерий и понять, насколько совпадает или не совпадает с тем, что в организации. Александр. Я думаю, надо еще детектор лжи принести. Детектор лжи. Если интересно, я тоже могу о двух словах рассказать, когда будем отвечать на вопросы, я сейчас себе запишу и расскажу свое отношение. В анкете мы его собрали. Так, поняла. Если кому-то никому, кому-то надо. А если это остается для тебя, ты, как правило, сейчас участвовал. Дело в том, что подобные... Один честный ответит, жарвай специально что-то напишет. Вот я хочу пояснить. Александр, я хочу пояснить, как правильно проводить данные анкетирования для того, чтобы не было вот этих искажений. Обычно анкетирование проводят с работниками компаний и проводят анонимно. То есть, вы понимаете, что это можно в электронном виде сделать, не обязательно, чтобы это было вот там по почерку определить. Это можно все сделать анонимно, потому что, как правило, работодателю важно знать общее впечатление от работников. Индивидуально мы проводим тогда, когда наступает некий момент, когда очень ценный сотрудник вдруг начинает искать работу. И вот вообще желательно бы, конечно, раньше. Но вот такой опрос индивидуальный можно проводить только с теми, кто действительно очень ценен. Со всеми подряд нет. либо общий срез, либо конкретно уже вот, допустим, по Натали, мы хотим, чтобы она сработала, ей что-то там не хватает, давайте будем думать, как ее мотивировать, да, вот в этом случае. Ну и мы переходим к следующему вопросу, он звучит так. Как на этапе подбора узнать, станет ли кандидат лояльным работником? Если работник сможет на собеседование ответить, почему он пришел в эту компанию, почему он стремится работать в эту компанию? Спасибо. Если у него есть четкое понимание, если это понимание составляет себе свествие на компанию. Спасибо большое. Совершенно верно. Но каждый работник на собеседование кандидат может ответить на вопрос, для чего я иду работу в вашу компанию. Хотя вопрос действительно очень важный. Если вы можете ответить, почему он не идет в работу, да и считаю, знаете, просто не работаю, просто узнают, что вы делаете. Когда мы задаем прямые вопросы, для чего вы пришли в вашу компанию, а что вы знаете в нашей организации и так далее, то работник всегда, кандидат, может подготовиться, согласиться. И он всегда может сказать, я вот прочитал, что вам и я готов, все, и мы ничего не поймем. Поэтому, зная вот эти ценности, которые важны для нас, нашей компании, мы будем строить вопрос таким образом, чтобы работник не очень понял, о чем мы его спрашиваем и давал откровенные ответы. Как это можно сделать? Перед вами так называемая рекрутинговая воронка, то есть она перевернута, такая пирамида подбора. На этапе подбора мы можем выяснить основные ценности кандидата. Первое. По анализу резюме и сопроводительных письма. Когда кандидаты пишут сопроводительные письма, они, как правило, пишут о том, что им интересно. Интересная работа, близко к дому, сфера деятельств, либо что-то еще. Уже какую-то информацию получили. Следующий. Телефонный интервью. По телефону можно задать какие-то вопросы, но не прямые, как мы сейчас это пытались сделать, а так называемые проективные. Проекция работает на подсознании. Например, я сегодня задавала вам такой вопрос. Я спрашивала, как вы думаете, почему одни люди эффективно работают, а другие нет? Вот проективные вопросы, они направлены не на конкретных человека, а вообще. Давайте поразмышляем. И человек, как правило, отвечает из собственного опыта, исходя. Вот это может помочь. Есть еще другие проективные методики, не только вербальные, но и невербальные. Анкетирование. Сегодня Александр сказал, вот я возвращаюсь к вашим словам, о том, что предлагая анкету какую-нибудь или опросник какой-нибудь работнику, кандидату, можно там попросить его проранжировать, насколько для него вот эти ценности важны. От одного до десяти, например, там перечислить какие-то ценности, пусть он проранжирует. Первичное интервью. Ну, при первичном интервью можно много чего сделать, это наблюдение, наблюдать за тем, как ведет себя работник. Если он кандидат, если он такой скучный, вяленький и все прочее, он совершенно не мотивирован. Правда, надо выяснить, почему это произошло, вдруг он болит, просто не очень хорошо себя чувствует. Но если он безразличен, то, скорее всего, он не очень будет мотивированный на работу. Можно проводить вот эти вот методики различные, в том числе и вербальные, когда мы задаем вопрос направленный на конкретного работника, на что-то еще. Можно не вербальные методики проводить, рисуночные тесты, например, и так далее. При проверке рекомендаций тоже очень важный момент, когда мы читаем рекомендационные письма или звоним, или где-то встречаемся с руководителями этого работника и спрашиваем о том, что вы можете о нем рассказать, мы очень внимательно слушаем, о чем делает акцент. К чему стремился работник? Если нам рассказывают о том, что он уволился, потому что у него не было карьерного роста, это одно. Мало денег платили, это другое и так далее. Вот какие-то ценности тоже понимаем. Можно провести профессиональное психологическое тестирование. Профессиональное тестирование на знание, умение, навыки. Оно здесь там не очень поможет с точки зрения объяснения ценностей. А вот тестирование психологическое очень даже поможет. Во время подбора персонала мы применяем как минимум четыре основных метода психологического исследования. Потому что человек это все-таки человек. Их даты и так далее. Это наблюдение. Нам надо обязательно видеть, как говорит человек, какие жесты, какие у него позы и так далее. Какая реакция у него. Это обязательно нужно. Это наблюдение. Второе, беседа. Все собеседования, в том числе и телефонное интервью, это и есть беседа, правильно проведенная. Третье, изучение документов. Такие как резюме, анкеты и все прочее. И, наконец, четвертое, это тестирование. То есть психологическое тестирование для профессионального. Да, они чередуются, конечно, обязательно, потому что цели разные. Далее, на отборочном собеседовании, когда проводит лицо, принимающее решение, тоже можно задавать вопросы и экспертные заключения, когда собираются все, кто проводил так или иначе собеседование и видел этого работника, этого кандидата, будущего работника, можно выяснить вот эти ценности. Все эту информацию по крупицам собираем и вот у нас картинка общая. Кстати, как вариант можно провести и вот это, но здесь не пойдет, потому что здесь мы можем оценивать, если мы говорим по крайней подсвенностям, только прошлую кампанию. Ну, как вариант можно. Вот по прошлой кампании оцените, пожалуйста. Я точно так попробую. Старался. На блоке последний. Пожарим, пожалуйста. Это самое главное. Итак, вопросы, которые мы обсудили на нашем семинаре. Мы выяснили, почему не все сотрудники хотят эффективно работать. Что такое демотивация и причины. Реально ли создать команду, которой надо управлять. Мы поняли, что это реально. Мы выяснили, как работает сбалансированная система ценностей и даже попробовали это на себе. Уточнили, как на этапе подбора узнать, ставит ли кандидат лояльным работником. И сейчас я готова буду ответить на ваши вопросы. Но вначале мне хочется проверить ваши знания. Как внимательно вы меня слушали. Итак, давайте проверим наши знания. Вопрос первый. Какие из перечисленных признаков свидетельствуют о демотивации работника? И варианты ответа. Опоздание, да? Радражительность. Саботаж. Конфликт с руководством. Нарушение. То есть, как сказала Наталья, все это свидетельствует о демотивации работника. Второй вопрос. Что из перечисленного относится к ценности труда для работника? Интересная работа, стабильность компании, карьера, возможность продвижения, профессиональные качества руководителя. Карьера, возможность продвижения, ценность труда. Да, интересная работа. Интересная работа. Карьера. И карьера, возможность продвижения. Совершенно верно. Это труд. Это ценность труда. А что из перечисленного относится к ценностям компании? Корпоративная культура, компенсационный пакет, поощрение со стороны руководителя, достойная зарплата. Корпоративная культура, точно. Корпоративная культура, да. Компенсационный пакет, да. А поощрение со стороны руководителя разве относится к ценности компании? Нет. К ценности руководителя. То есть первые два. Первые два, абсолютно верно. Третий вопрос. Что из перечисленного относится к ценности руководителя? Лидерские качества, система поощрения. Внимание к сотрудникам со стороны руководителей. Первый этап – лидерские качества и внимание к сотрудникам. Александр, согласны? Да. Ну и, наконец, еще один вопрос. Пятый. Как на этапе подпора узнать, станет ли кандидат лояльным работником? Уточнять ценностные ориентации кандидата. Задавать закрытые вопросы. Знаете, что такое закрытые вопросы? Это вопросы, на которые отвечаем «да» или «нет». Вы сегодня обедали? Нет. Вам нравятся сегодняшние погоды? Нет. Вы хотите работать? Да. Отметаете? Использовать проективные методики и на этапе подбора невозможно узнать, ставить ли кандидат лояльным работником. Первый и третий. Первый и третий. То есть нужно уточнять ценностные ориентации всякими способами возможными и использовать проективные методики. Я хотела закрытые вопросы. Для ценности нет. Для ценности нет. А мы говорим про ценности. У нас четкие, конкретные вопросы. Я еще раз напоминаю вам схему прохождения наших курсов. Если вам понравилось то, о чем мы здесь говорили, приходите на наши курсы. В частности, менеджер по персоналу. Первый, второй уровень. Мы вам выдадим документы об окончании. Ну и, как я и обещала, готовы ответить на ваши вопросы. Подводя итог сегодняшнего дня, я хочу сказать, что да, действительно, немного работодателей используют данную систему. Но я вам рекомендую, поскольку вы уже знаете, распространять ее, потому что она действительно очень хорошо работает. Это то, что называется брак по любви. Одно дело, когда за деньги, а совершенно другое дело по любви. Вот то же самое с работой. И если наши работники, большинство, не может быть, чтобы 100% работников там были на таком высоком уровне, но хотя бы половина, это уже большой плюс, будут лояльны нашей организации, то организация будет процветать. А как у меня там, извините, что это идет, может быть? Я благодарю вас за участие. Ваши вопросы вы можете отправлять по адресу. И традиционно мы заканчиваем бурными и продолжительными адресами. Продолжение следует...